Всем привет! Сегодня продолжаем тему экстренной помощи собаки и кошки. Укусила пчела или другое жалющее насекомое? Что делать? Первое, постараться найти место укуса. Понятно, что это не всегда получится сделать. После того, как пчела ужалила, никто на месте сидеть не будет. Но попробуйте это сделать и извлеките жало. Не просто его нужно отдавить или иголкой достать как-то, или пинцетом, как рекомендуют в интернете. Его нужно просто сбить пальцем. Такое движение сделать, как будто вы чешете кожу. Почему так? Жало остается, и есть еще железы, которые продолжают сокращаться, попадает больше яда в организм. Вы пытаетесь извлечь, и яда, соответственно, больше попадет животному. Когда вы сбиваете, яда меньше. Да, останется часть жала, это не страшно, это инородный предмет небольшой, как заноза. Потом с этим разберетесь. Обрабатываете место хлоргексидином, или перекисью, или другим антисептиком, который есть у вас под рукой, и который можно применять вашему животному. Затем холод. Ну, если вы на природе, это может быть банка прохладительную напитка, или хват-пакет. Если дома, то лед, замороженный продукт. В ткань его завернули, на 15 минут приложили. 15-20 минут. Холод притупит боль и снизит, замедлит распространение отека. В принципе, на этом экстренная помощь и заканчивается, при условии, что у вас взрослое, здоровое животное, не имеющее каких-то хронических заболеваний, допустим, болезни сердца, почек, неаллергик, и единичный укус, который произошел в лапу или в туловище. Когда укус в нос, в глаз, в слизистой оболочке, в язык или проглотило животное, если у нас котенок, щенок, если укус в район паха, за мошонку, то обязательно, не дожидаясь каких-то симптомов, укус заметили, сразу применяем препараты. Какие? Самый распространенный антигистаминный препарат – супрастин. Я о нем неоднократно говорил, и будет дополнительный материал в статье, я ее уже заканчиваю. Когда говорил о змеях, и решил объединить укусы пчел и других насекомых в эту статью. Ссылка будет в описании. Так вот, супрастин 0,1 мл на 2 кг. Вводим, ждем 20-30 минут, если эффекта нет положительного, то дополнительно дексаметазон 0,1 на кг. Затем, когда мы не можем обратиться к доктору, применяем мочегоны, препараты, поддерживающие дыхательную деятельность, сердечную деятельность, сердечно-сосудистую систему, при условии, что есть у нас какие-то изменения. То есть, оказываем самостоятельную помощь. Опять же, повторюсь, если нет возможности обратиться к доктору. Чем опасен укус пчел? Если однократно и у животного нет аллергической реакции, ничего страшного не будет. Но когда аллергик, понятно, может возникнуть анафилактический шок, может аллергия развиться. Как она проявится? Слюнотечение, изменение сознания, судороги, рвота, понос, затрудненное дыхание, зуд. Собака или кошка будет чесаться, как будто совсем, вот как блоха кусает, по типу такого, что не может остановиться, чешется, и вы можете наблюдать какие-то изменения на коже, покраснение, может быть высыпание, но это будет заметно во внутренней части уха и на животе, где меньше шерсти. И опасен тем, что если даже аллергии у животного нет, а укус произошел в язык или проглотило животное, за слизистую укусит, ужалит, тогда может просто механически отек перекрыть дыхательные пути, и животное задохнется. Поэтому будьте осторожны. Профилактика какая? Помните, что на природе привлекают насекомых сладости, какой-то арбуз, может быть сладкие напитки, какие-то яркие предметы, одежды, может животное где-то играть, вы не заметите, там найдет или соты сосами, может быть пасека, то есть это вы должны контролировать. Дома залетают насекомые, нужно сетки ставить. Я думаю, вы эти правила знаете и без меня. Будут у вас дополнения, пишите в комментариях, напоминаю, будет статья с дополнительными материалами, ссылка в описании, и послушаем нашего эксперта. До новых встреч, друзья, берегите своих животных, пока-пока. Ага, так мы тебе и поверили. Говорит, если укусит в лапку или в туловище, то ничего страшного, завяжи и лежи, оно само рассосется. Угу, это можно так говорить, когда тебя это не касается. А вот случай был, недавно, залетел пчеленок, совсем маленький, детеныш, наверное, от мамы пчелки отбился, ему страшно, он испуган, плачет, так летает, жужжит по квартире, и дороги домой найти не может. И что тут случилось? Все как повскакивали. Давай тапок, давай веник, выгоняй его, ой-ой-ой, он нас сейчас всех перекусает, пережалит, и берите этого своего детеныша, двухногого, спасайте. Как же пчела может всех перекусать нас, если сам говорил, у пчелы всего одно жало? Такого же не бывает? Вот так вот испугались. Это как в поговорке, своя рубаха ближе к телу. Легко говорить о лапках, о хвостиках, когда это не твои лапки и хвостики. А вот когда тебя жалит, это по-другому. Тут не обойдешься, держи.